по интернету не подготовились но мы вообще в порядке на самом деле я сразу все привет карту дейтим и мы едем сейчас ребята там есть сумочки для сумочки еще одной сумочкой это будет самый длинный будем отдыхать и снимать для вас контент и чтобы не отвлекаться ни на что пристегнуться обязательно от машины очень важно дорога длинная ночная вот сейчас едем к нашему другу ковалеву это он к нам и вперед карту дэйт он нас теперь будет ждать он нас теперь будет ну конечно раньше мы все время ждали надеюсь он теперь я бы заранее сказал за два часа я мечтаю телепорт ну эти дороги я не знаю вот есть любители вот если вы любите ездить на машине напишите об этом я вообще не люблю вот эти дальние дороги сидишь устает затекать возможно это приходит с возрастом возможно и не дошел еще такого возраста я знаю такая команда хорошая стадис саша с наташей архиповы замечательный семейный пар и вот они вот прямо любят путешествовать на этой машине путешествовать это разные вещи нет ну они вот в кемерово там чемпионат россии я помню ой мы на машинке поедем четыре с половиной тысячи километров а в следующем году чемпионат россии в кемерово для нас он конечно знаковый вернуться и на нашу дорогу где мы стали абсолютным чемпионом россии но блин ехать на машине четыре с половиной тысячи километров я фиг знает во-первых и времени столько нет я почему еще не за то чтобы ехать я-то не против едешь себе там хорошо все но не хочется тратить это время впустую вот снимаешь влоги едешь какие-то что-то рассказывать а так конечно хочется вот сел и приехал на водоем сразу вот им хорошо конечно на конецком краснодаре саврополь серии там через час уже ловят рыбу а мы сели через час до заправки в этом на разу ворот надо не может быть старт ралли сейчас будет обратить внимание красиво Вот моготип Car2D здесь, видите, везде практически. Практически. А на кофте у тебя есть? Вот он, в России. Сказать что ли? Ну все, короче, приехали. Все, топчик. Отдыхаем. Ловим хорошее настроение. Пытаемся, да? Генератор шумеет. Нас ничего вообще не пугает, на самом деле. Как беребьевка там. Просто кайфуем. Дядя говорит, надо отдыхать, расслабляться. Вот так мы и стараемся, блин. Все, тут все команды собираются. Все нас рады видеть. Мы всех рады видеть. Что еще нужно? Тарфишинг, это круто, ребят. Да? Да. Делаешь и команда вообще. Так, белый воротничок работает. Все. Все. Клерк. Все серьезно. Регистрация. Регистрация важный момент. Так, сектор 21, куда мы хотим потратить? Нормальный? Ты у нас опытный. Сектор пушка, ветер мне нравится. Не нравится? Он поменяется. Мы 21 на сцене. Саня говорит, все. Надоело нам. Плохо. Я был 21, но не выиграл. Это ревант. Да. Ключевой момент, что люди вообще не понимают, которые нас смотрят, что такое жеребье в кузон. Да. Желтый, синий, красный. Короче, нормально. Мне тебе нравится просто. Вот вам какой нравится, напишите. Желтый, зеленый. Желтый, синий или красный. Мы вытащили желтый. Как думаете, это хорошо или плохо? Мы сами пока не знаем. Но отжеребились, что завтра будем работать. План наметили. Сейчас покушаем и вперед. Так, начинается подготовка. За несколько часов до старта. Да. За несколько часов до старта. Считаемся понять. Нет, все равно вот это все надо достать, Сань. Круг Орешек, пожалуйста. У меня самая важная роль снимать происходящее. Мне кажется, ты нас дуришь просто. Уже который год, Сань. Который год. Просто его разводим. Я зато смотрю, снимаю, вот. Александр Ковалев. У меня вот нет такой. Почему 10? Вот, вы поняли, у Александра Ковалева есть такая, а у меня нет. Да, это вопрос. Зато 10 есть. Как они, знаешь, праздную, знаешь. Так и будем через 4 дня. так секретная прикормка да олег час подошел спрашивает говорит корма много выбрали грушать секретный покажу в риделан не показывает ну вот смотри на сами смех смехом вот это вот на ближничке помидоры при волос сама рогатку специально заехали купили вообще огонь мидоры кстати рамчик подогнал настоящие хорошие помидоры все победа будет наша а если не будет сидим все помидоры многие задаются вопросом вы делаете бойлы потом засыпать их вот так и перекручить зачем затем вначале на старшей ловле хочется подать пищевой сигнал и дать быструю фракцию поэтому такая круша видите поломанная проколотая собака тоже лайк не нравится это и крузим а крутить можно в разные стороны кстати можно крутить как вот себя так и на себя если в себе что помог будет мельче если вот себя а покрупнее нам нужно пометь сейчас вам это клубничка вкуснейшие шли вторые сутки подготовки растемнел а он сумерен а когда нибудь вы будете просто приезжать все кайфуются мы работаем саня улыбается нормально класс код было есть было качественное работе мотаем ламу вот было и все порядок было и саня улыбается вот смотри вот за это мне человек поругал бы сказал ты какую ты петлю сделала наше маленькое большая ты чё дай ну а если нам становится скучно ты не видел мою предыдущую просто один знакомый рассказывал куда ты такую петлю вяжешь ты чё ребята поделюсь с вами самым важным не такой за день до старта не по линдии сделать это хотя бы за два за несколько часов просто уделите время доля у меня тогда вопрос к вам почему же вы не уделили этому у нас проблема но мы живем в разных городах а если вы жить в разных городах то пожалуйста это можно делать да да потому что кто-то ленивый с большого так еще хорошо всегда заказывают на все соревнования раскладушки спальники стулья палат и у нас как бы вместо того что вот прицеп мы везли свои вещи мы везем еще с собой целый магазин и всегда происходит эта утрамбовка я как представитель магазина говорю что это хорошо вы как представители спорта говорите тигры вышли на вечернюю прогулку да ощущение такое как будет каком-то походе в летнем когда помнишь по таким не московским городом гуляешь когда я отпускаю тебя по часам сначала одна партия группу до потом другая но пришли прогуляться очень симпатично здесь мы все эти станицы кстати вообще заметил варики розочки вам покажу очень уютно не срывают вообще огонь все встали на точку вообще огонь всем понравится сегодня там карпянники как полуно сосиски 10-фтовые палки какие-то мне положили я вообще с от 13 что мы жаребились сектор 27 если честно для человека который был всего второй раз на водоеме тяжело оценить хорошо или плохо но сами говорит что хороший рабочий сектор поэтому сейчас мы туда поедем в целом главное что я считаю я все-таки за команду всегда болею не за личный состав и у нас получилась такая средняя хорошая жеребьев то есть нету провальных секторов ну вот таких сложных все они такие средние ровные поэтому можно где-то быть время середине таблицы но в команде можно неожиданно хорошо залететь призы а там как будет посмотрим на поле 20 сектор это желтая зона находится на противе я был два раза в двадцать восьмом два раза в двадцать пятом и двадцать шестом поэтому интересная будет ловля в ветер как бы вроде бы и наша вроде бы не нас поэтому будет интересно первый раз за 10 лет у карту дыгель своя форма ура переживания в команде кто-то ну такая история что нету секторов все хорошие даже если красный синих желтый здесь какие-то получше какие-то похуже но опять же здесь все решать я считаю выступление в конкретной зоне конкретной команды у нас средние сектора это отлично у нас нет какого-то топового сектора который должен сейчас в точной зоне занять первое место но в командном зачете можно побороться да у нас может быть не такая там супер заряженная команда по опыту как бы здесь но мы будем прилагать все усилия вы болейте со нас а а а а а а как и а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ты сказал 7 8 500 он выиграл тоже было 7 800 готова 16 еще 16 стартанули ребята на 17 зашло 5 500 6 700 что на этот раз то угадывает вес у нас есть хорошая традиция нашей команде мы любим вешать рыбу и спорить на щелбан сейчас рыба крупная ставлю что 9 саня ковалев ставит что 8 да кто какая первая цифра выиграл тот выиграл получающим банк у вас от другого согнуть 9 ровно я выиграл 10 грамм 10 грамм отделили его от щелбана спасибо всем У нас есть рыба. Такой сильный дождь. И это хорошо. Ловим рыбку. Что-то получается, что-то нет. Сейчас идем на пятом месте в зоне. Есть возможность дотянуться до третьего. Если рыба пойдет, может и до первого, кто знает. Команде МДОЖ сейчас на пятом месте. В общем, любимые пятерки. Сложность у нас очень большая в секторе номер 51. Это крайний сектор в зоне С. Он как бы красный у нас считается. Но ввиду того, что сейчас в этой зоне нет рыбы, ребятам очень тяжело ее там поймать. Они, в принципе, ловят в хорошем темпе. В таком же темпе, как ловят крайний сектор 52. Это очень такая хорошая пара. Но сейчас надежда, что теплеет и, может быть, рыба двинется туда. И, соответственно, может быть, там будет Амур клевать начнет. Он любит такое потепление. И что-то они сделают, чтобы сделать какой-то такой хороший рывок. Мы сейчас идем пятый в зоне. Саша Чехлыстук в четвертом секторе в пятом зоне и они двенадцатые в зоне. Это, конечно, много и без рыбы будет сложно. Но мы будем стараться. Мы не знаем, какой вес пока ее, но кажется, что больше десяти. Бар сдают. Да она туда заходит, если завтра не лупить начнут. А мы? Сейчас второй сектор, да? Нам пофиг, он что там струет. Нам надо, чтобы сапирывал. Да-да-да, рыба сейчас пойдет туда. А, да-да, рыба сейчас пойдет туда. А, да-да, сапиры? Там куда она пойдет, да? Ну и все. Зона Беннин перестает ловить никогда. Нам, наоборот, нравится. Нет, как он на этом. Рыбу в ветре ловит, да? Нет, любую. Мы здесь всегда так смотрим. Ой-ой-ой. Семь восемьсот сорок. И у рыбки хоть раз. Семь. В мешках росли. Весы правильные. У вас весы неправильные, а здесь 22 было. У вас два дня было? Да, поможем тем, что вот эта ж терапия плачет. Похоже такое. Морально, что ты устал, немножко рыбы нету долго. А еще сутки стоять? Да нет, когда рыба клеет, она осталась, пропадает. Просто пока жарко, ветра нету. И перспективы какие-то думанные по поводу ловли. Но мы держимся. Да нет, у нас на самом деле, по большому счету, 23 килограмма отставания от первого места сейчас в зоне. Как бы, блин. Настрой такой, что все понимаешь, где как разложить удилище. Но расстраивает то, что вот меня лично, что вот в это время вся зона уже у нас ловила рыбу. Там 24-й, соседи наши. А сегодня... А? Будем надеяться, что никто не ловит. Да, да, да. Все не ловит реально. Может перед дождем сейчас какой-то там вообще дождь, по прогнозу был нарисован. Ну маленький, небольшой. Может ее плющит, так-то я не знаю. Главное, что мы понимаем. Понимаем, где ловить рыбу точно. Все разложено. Вот у нас вчера в 9 часов уже был... У нас все время стабильно, каждое утро в 9 часов начинались поклевки. И сегодня их нет. Но нет их ни у кого там. Поэтому... Поэтому вот так, короче, работаем. 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 Как будто, знаешь, на зиг поймал. Кладешь оснастку и вчера кинул 3 спомбика. И на 30 спомб прям вот как зиг бывает. То есть видимо опускается в корм. И рыба прям сразу из-под спомбы поклевка. Саня, ты в курсе, что еще будет происходить тестирование удилищ? Удилищ? Нет, пока есть одна модель. Есть еще одна модель. Это уже секретная модель. Но тебе нужно будет попробовать их. Попробуй что? Экспертное мнение нам будет. Экспертное мнение. Конечно, выскажу свое экспертное мнение по поводу удилищ. Когда она будет готова. Этот сезон точно мы тестируем. В конечном сезоне. Что там будет этот? Аббревиатура какая-нибудь? Байковалев? Да. Обязательно сделаем. Ну это не точно. Это мы будем решать в какой модели. 13 футовую, спортивную. Вот это проблематично. Нет, не проблематично. Это надо разработать хорошенечко. Ну. Так что с твоими советами думаю. Время есть. Я тебе искал свои пожелания. Осталось себе поработать дадим. Иеруха еще ведет трансляцию в нашем телеграм-канале. Там самая секретная информация. А еще он там готовит подкасты аудио. Поэтому кто любит послушать какие-то интересные мысли. Какие-то секретики от спортивного карфишинга. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Car Today. Также еще есть секретная ссылка на синдикат Car Today. Там еще больше людей обсуждают различные истории, связанные с карфишингом. Поэтому, когда подпишетесь на основной канал, там где-нибудь вы сможете найти ссылку на наш синдикат. Ну, долгожданное вываживание с утреца. Да. Надеемся, что не как вчерашнее расстройство. Будет положительные эмоции, это вываживание. Через пять минут проверим. Надеюсь, мы не пропустим взвешивание. У нас было одно было. Да, или два было. Сипука одна была у нас. Кто смотрел сериал Сёгу, тот поймет, о чем говорит Эдуард. Но он сам не смотрел. Честно, по твоим рассказам. Честно, по моим рассказам. Так, день продолжается опять у нас очень хорошо. И вот просто невероятно красивый карф. Почему? Потому что я надел форму. Красивый, бронзовый. Парни достали красавца. Остальные поклевки, по касанию вываживает. Тут расскажу вам про наш лагерь по мосту. Здесь два удилища. По два, две стойки. Прой, забыли. Здесь вот рабочее место. Очень удобно в нашей палатке уазить. о том как раз мы стереть сейчас что-то новый поводок, на что ловим? Клубник слива, вот у меня баночки что-то висит, тут он что-то проверяет, здесь дипует, и вот такая зона, а здесь зона, где мы спим, бардак такой нормальный, но зато есть задняя дверь и все здесь отлично проветривается, на ночь здесь закрывается, здесь очень удобно и комфортно, и обратите внимание на бонус, вот эта дверь, когда в лицо был проливной дождь, вот эту дверь мы закрыли, а выходили соответственно через эту дверь, было очень прикольно, но самое главное, чтобы Саня достал нам рыбу, я переживаю, а еще и рог нам собрал ягод, как они называются? Шелковица. Шелковица. А тюдин вкусов разных организмов. Может быть прикормку? Я в принципе для этого и принес, я не думал что вы жрать будете. В насадку надо запускать. Голден бойл? Да, спасибо, Саня. Да, есть такая история, что Ероха хочет выпустить золотой бойл. А я хочу яблоко выпустить, никто не поддерживает зеленую. Так, ты пока второй на очереди, мы еще голден бойл не можем выпустить никак. У него непонятно, чего делать, у меня яблоко есть яблоко. Не, Ероха предложил просто покрасить. Смотри, кому же зеленую будет со вкусом зеленую яблоко. О, вот такой микс будет. Да, но суть была в том, что его надо сделать золотым, а это не очень просто в производстве. Так что, Ероха, просто перекрась его в другой цвет и голден бойл сразу появится. Назови этот грин бойл. Да, он должен быть золотым, он должен быть желтым, но там какая-нибудь золотая пресса. Дом уже загорается. Все ближе и ближе и ближе плывет к нам карпуша сейчас. Едет на помостик. Красочек. Это было нервно. Вот таких трудов стоит порой доставать карпа. Вот таких вот. Сань, мы тебя всегда верим. Вот он. Зато. Да, еще, кстати, проверяйте, сколько историй таких в жизни я слышал, когда уходит рыба из мешка, потому что там образовалась какая-нибудь дырочка, он может и с плавником как-то его немножко расцарапать. Вот. У них вообще есть какая-то способность раскрывать мешки и уходить. Да, да, да. Не, ну обычно, как бы, на самом деле, кажется, что вот там небольшая дырочка, а потом он ее может как раз раздраконить и все. Все, работаем дальше. Работаем, ребята. Работаем. Болеем, болеем. Ставьте лайки, поддерживайте команду КАРТУДИ. Стараемся не только ловить рыбу, но и освещать, что всегда непросто на самом деле в режиме соревнования. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, подпишитесь, потому что там в режиме онлайн я всегда выкидываю много очень полезной информации. Ссылочка будет в описании. Все там самое интересное, прямо экшн, поклевки, все там будет. Пока у нас передышка в ловле, хочу небольшой обзор беглый снять на палатку Оазис. Это отдельно стоящая палатка, без пристройки. Антон тоже без пристройки. Вот так она выглядит снаружи. Что хочется отметить из того, что есть у нас снаружи? Это, конечно же, мы это в полной мере насладились этим. Это количество утяжек, где стоят удилища. Сзади четыре. И ровно такие же есть спереди. Очень удобно. Вот палки все стоят. То есть за раз вы можете к палатке прислонить восемь удилищ, что, на мой взгляд, очень удобно. Что касается вентиляции, это тоже немаловажный момент, потому что мы сейчас на Каневскую, здесь очень жарко. Это два таких больших окна с москитной сеткой по краям. И, конечно же, центральное проветривание. Вот центральная дверь, а вон там задняя дверь. Она полностью может открыться. Вместо этой двери, вот здесь спереди, можно поставить как москитную сетку, как и прозрачную панель ПВХ. А сзади можно установить... Здаро. А сзади можно установить чисто москитную сетку. Что касается габаритов. Вот у нас ровно такая же палатка стоит вон там, только уже с пристройкой. Про пристройку чуть отдельно потом расскажем. Сейчас разговариваем просто про Оазис в плане отдельной палатки. Вот стоит раскладушка наша на восьми ногах. Идеально она вот тут встает. И, соответственно, вот рабочая зона, где монтажи, всякие оснастки мы крутим. Кресло стоит для одного просто супер люкс и комфорт, в моем понимании. Там у нас вот холодильник, аккумулятор еще есть электрический. Но что касается поставить дверь в раскладушке, это тоже не проблема. Здесь встанет вторая раскладушка, и еще по центру может находиться стол. По случаю сразу можно сказать, что видите, сверху натянут наш тент. Он как может быть привязан к деревьям, так он может стоять самостоятельно на стойках. Он не стойкий. Мы натянули здесь тент и создали вот такую зону для того, чтобы в дождь можно было сидеть. И был страшнейший ливень у нас здесь. И вот здесь, на этом кресле я сидел, и с покона ничего не затекало. Также не приходилось убирать стулья, потому что не обрасовывается конденсат. И вот такое место на улице, оно очень такое комфортное и интересное, благодаря вот этому тенту. Пока Саня вытаскивает рыбу, я вам хочу в этом ролике ее все-таки показать. Здесь, но забегая вперед, вот здесь ровно такая же палатка установлена. Вот в другом цвете, о котором я говорил, это цвет хаки. Но здесь уже стоит пристройка. Ну, о пристройке мы поговорим в нашем следующем ролике. А пока дождемся, когда Саша, когда он достанет рыбу. Так, ну отлично, Саня рыб достал. И теперь пару слов о том, как тебе эта палатка. Палатка, блин, пушка. Мне нравится уже. Спится, кайфово. Да, мне кажется, ты не спишь. Ну, ночью все спят, но не бывает такого, что он не спит. Давайте не будем обманывать. Других спортсменов. Я не сплю три ночи, но такого не бывает. Мне что, нравится? Ну, сон сладкий? Я бы спал бы и спал бы, но рыба не дает мне поспать. Спасибо. Так, пошла последняя ночь. И что-то все еще обсуждают, обсуждают. Где, что, как. С утра прям было все. Я верил, реально. То есть, ну, я ждал сегодня такой же день, как вчера. И на вас там, то есть, 23 килограмма. И вроде там с утра там раз и двадцатый. Мало поймал, ну, короче, сектора там, понимаете. Мало поймали рыбы. И мы еще даже прибыли здесь немножко. И тут я все. И вот у нас днем должна быть, ну, да, Саня, раздача. Мы ждали ее реально. И ветер такой же. И ты понимаешь, блин, это рыбалка в какой-то момент. Вот ты что хочешь сделать? Как бы ты все не настроил свою ловлю. Если рыбы нет, а ее нет в зоне просто, ну, мало очень. Сегодня почему ты его запомнишь? Ты ничего не сделаешь. Ну, и все. Это мы заканчиваем. Тогда я вам покажу закат. Красивый. Хотел показать, как ярко светятся оттяжки штормовые. Они просто белого цвета. Там очень много вплетено нитей, которые светоотражают. Если вы на них видите фонарем, они очень хорошо и ярко заметны. Так, у нас 20 минут до финиша, и у нас случилась поклевка. У нас двойные съемки. У нас двойные съемки, так, так. Один работает, двой снимает. Мы же команда медийная, поэтому у нас работают все. Среди всех медийных. Дайте мне камеру, я тебя буду снимать. Три камеры, три смычка. Сообщили в Рассу о том, что у нас идет вылаживание. Хочешь сообщить, что у нас прошу ногу пролил? Осталось совсем немного. Блин, блин. У нас еще одно вылаживание за 10 минут до финиша. У нас спурт, пища спурт. Да. У нас спот-помбы есть или нет? Проверим. Поверим? У твоей стадки? Нет. У нас нашел банч. Моей стадки нет. Что, больше не поймали, у нас есть спот-помбы. На далеке. На 50 евро. 50 евро. 15 сектор сход 15 принято в команде на ктсд нет порталь не не лепо ежи команду и с основным участником. Уже хорошо. Третий. В зоне, да. А, в команде? В команде моя любимая. Соседи! Казахи! 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 Поздравляем с окончанием тупин. Алга! Начинается церемония награждения. У каждой команды вот такой свой персональный стол. В самое ближайшее время вот-вот все начнется. Команды уже собрались. Все садятся по своим столам. О, это! Нормальная прикормка, короче. Хладит карпу, карпов кормить. Пора уже себя покормить. Оглашать результаты и вручать награды. Ну, в общем, все будет нормально. Минут за 30-40 наградимся. У нас играют музыканты. Мы кушаем, выпиваем. Потом будем говорить тосты, радоваться, плясать. Ну, кто на что уже посудит. Поздравляем! 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 Молодцы! 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 Поздравляем! Раз, два, три! Огонь! Я, на самом деле, впечатлен безусловно этим мероприятием, как организатор, в том числе, который проводит соревнования и который проводит и медийный формат. Это было очень круто, и особенно Артему Толесику надо сказать большое спасибо, что он смог собрать такое количество большой стран. Я знаю, что планировалось больше стран, там и Франция, я помню, заиграл, и ЮАР. И я очень надеюсь, что эти страны рано или поздно доедут. Это очень интересный формат, где смогли собраться и медийные команды, и сборные, и различные какие-то такие необычные составы. Все большие молодцы, я всех поздравляю, особенно поздравляю призеров и всех номинантов с различными наградами, и всех, кто вообще причастен к созданию этого мероприятия. Вперед! Поздравляем! Не останавливайтесь, наверное. Спасибо, Антон. Все, ребят, мы приехали. Это был влог с международного турнира ROCK. Смотрите, какая у меня есть кепочка от чемпионов первых. Когда это хорошая традиция, когда меняются футболками на финише, он поменялся кепкой. Пятое место из 17 в командном зачете, в восьмое место из 51 пары в личном зачете. Мы оценим свое выступление на твердую четверку. Поработали отлично. Тем более, есть такой приятный бонус, что в нашей зоне, несмотря ни на что, по количеству рыб мы поймали больше всех. Но вот средний вес немножечко подкачал, но это нормально. Это соревнования, есть такие правила, и ничего с этим не поделать. Едем дальше. Спасибо всем организаторам, спасибо турнирам, спасибо всем нашим двойкам, команды Carpe Day. Вот такой влог. Постарались показать вам нашу команду немножко с другой стороны. Нашу жизнь, движуху, что вообще происходит. Если вам понравилось, ставьте лайк и погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok